Мы определим главные камни, главные идеи Евангелия, чтобы вы понимали ключевые моменты истории. Надеюсь, что это откроет нам путь Иисуса чуть лучше. А в конце мы ответим на вопрос «ну и что?». Итак, есть история Иисуса. Ну и что из того? Вы должны знать ответ, потому что этот вопрос влияет на многое. Эта книга является сборником, состоящим из 66 книг. Ее писали разные авторы, которые жили на протяжении более тысячи лет. Здесь много культурного, исторического контекста, имен и названий, и которые могут быть незнакомы вам. Кроме того, здесь не все стоит в хронологическом порядке. Она разделена на две части — Ветхий и Новый Завет. Но в них нет никакого смысла, если рассматривать их только по отдельности. Когда мы дойдем до Нового Завета, то увидим Евангелие Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Это сборник книг. У литературы много форм. Есть поэзия, есть история. Когда я говорю «литература», то подразумеваю нечто вроде спорта. Если бы я сказал вам «давай, займемся спортом», то вы бы не знали, нужно ли вам брать тенниску и клюшку для гольфа, или шлем и защиту. Вам больше нужна информация. И когда мы говорим, что это литература, вам нужны подробности, чтобы понимать, как взаимодействовать с ней. Но Евангелие — это особый вид литературы. Многие из вас слышали, что Евангелие — это хорошая новость, и это так. Но это современный перевод. Это антоним плохой новости. Это новость, которую приносят особым образом. Слово «Евангелие» означало нечто, что должны были читать вслух, произносить. Евангелие написали для того, чтобы их читали вслух. Эта идея появилась до времен газет, интернет и прямых трансляций. Но когда нужно было сделать важное заявление, то люди отправляли посланников. Они ехали во все села, города и селения, чтобы принести туда послания. Они говорили, у нас новый император, ну или так. Наша армия одержала великую победу, и мы свободны. Это была настолько важная информация, что посланников отправляли по всему региону. Селам и городам. Они лично провозглашали хорошую новость. Это и есть Евангелие. И когда вы начинаете читать его, то имеете дело с объявлением. Объявление. История Иисуса начала набирать обороты. К ним пришло 3000 человек. Но это число начало быстро расти. И когда люди начали уходить за пределы Иерусалима, то поняли, что им нужно записать эту историю. Люди, которые несли ее, были очевидцами, участниками истории. И когда они шли из Иерусалима, в другие части Римской империи, они записывали свои истории. И так у нас появилось 4 истории в целом. Они не противоречат друг другу. Почему же Бог не дал нам одно сверх Евангелие? Взгляд одного человека, каким бы талантливым он ни был, был бы менее совершенным, чем взгляд четырех. Если бы мы опросили четырех человек и спросили, чем сегодня является церковь, то я уверен, что мы бы получили 4 истории. Это 4 взгляда. И мы попытаемся их понять. И это для того, чтобы лучше понять Иисуса. Я хочу начать с послания к евреям первой главы. И самые умные из вас скажут, это не Евангелие, у меня есть научные степени. Но не по логике. Но евреям первая глава начинается с Иисуса. А он и есть наша тема. И там сказано так. «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и века сотворил, сей, будучи сиянием славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив с собой очищение грехов наших, восел Одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя». Мы немного поговорим о Евангелиях и их истории. Но, друзья, это история Иисуса. Автопослание к евреям говорит. Бог говорил к нам раньше по-разному. Вы знаете, что Бог говорит с людьми? Творец неба и земли участвует в жизни людей. Я хочу научиться слышать Его голос и желаю вам того же. Но в последние дни Он проговорил иначе, через Своего Сына. Сказано, что Он образ Его сути. А потом автопослание говорит, что все, что было сотворено, сотворила эта Личность, образ Его сущности Иисус. Что это нам дает? Это весьма простая идея. Иисус и есть послание. Иисус не посланник. Ангелы-посланники. А Иисус — это послание. Иисус — это ответ на вопрос. Мы учим этому детей в воскресной школе. Какой бы ни был вопрос, я знаю, что ответ — Иисус. Иисус есть откровение. Он не пришел, чтобы дать нам это откровение. Иисус и есть это откровение — воплощение Бога. Если вы хотите знать Божьи отношения, Его ответ, Его мысли, познайте Иисуса. Он сказал, если вы видели меня, тогда вы видели Отца. И когда мы проводим время с этой удивительной новостью, то получаем откровение о мыслях и отношении всемогущего Бога к нам. Это и есть удивительно. В это стоит вкладывать время. Итак, есть четыре Евангелия, и я приведу вам первые стихи всех Евангелий. Хочу пройти с вами эту историю. Они по-разному знакомят нас с Иисусом. Евангелие от Матфея, первая глава. Там сказано «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». Матфея начинает историю Иисуса с родословия. Он отсылает нас к Аврааму. Это двенадцатая глава Бытия. Первая глава Нового Завета, первый стих Нового Завета, отсылает нас к двенадцатой главе Бытия. Это не отдельная история. Марк начинает свою Евангелие иначе. Он говорит «Начало Евангелия Иисуса Христа, сына Божия». Вот так. О чем вся эта история? Это начало радостной вести об Иисусе Христе. Представляете, как его провозглашали на городской площади? У меня есть послание. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божьего. Евангелие от Марка самое короткое. Оно было написано первым. Матфея и Лука были знакомы с Марком до того, как рассказали свои истории. Большинство ученых считают, что был еще один документ, которого уже нет, но которым пользовались Матфей и Лука. В Луке все иначе. Там сказано, как уже многие начали составлять повествования, «О совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательным исследовании всего сначала по порядку описать себе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором ты был наставлен». Лука говорит, что он исследовал этот вопрос от начала и до конца. Я говорил с очевидцами, записывал послание. Можете посмотреть видео. Помните, кем был Лука? Он был врачом. Если вы будете читать Евангелие от Луки, то заметите, что он пишет, словно ставит диагноз. Мы видим определенный прогресс и намерение в словах Луки. Матфея, Марка и Луки — это синаптические Евангелия. Они дают нам обзор жизни Иисуса. Евангелие от Иоанна сильно отличается от них. У него другой стиль, другая структура, подача истории. Откройте. Иоанна 1.1. Вначале было слово, и слово было у Бога. И слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Похоже на послание к евреям, не так ли? Иоанн не начинает с родословия? Он говорит, я расскажу вам о том, кто создал все. Это привлекает внимание. Евангелие от Иоанна удивительное. Евангелие от Иоанна написано на самом простом языке. Если вы хотите выучить греческие Нового Завета, то вам стоит начинать с Евангелия от Иоанна, потому что оно легче всего. Я не думаю, что вопрос о недостаточной образованности Иоанна. Мне кажется, что Иоанн так хорошо понимал Иисуса, что мог описать его самыми простыми словами. То, что я знаю лучше всего, я могу объяснить даже детям. Если вы откроете свое сердце, читая Иоанна, то увидите Иисуса. Мы часто даем это Евангелие людям, которые ищут Бога или только уверовали. Надеюсь, вы прочитаете его. Каждая Евангелие по-разному описывает пришествие Иисуса. Они по-разному вводят Иисуса в историю. При этом не противоречат друг другу. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на различие. Оно того стоит. Матфея 1 глава говорит, «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, Матфея начинает обручение Марии и Иосифа. Прежде, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого. Он говорит, что Мария приняла от Духа Святого. В этот момент истории Иосиф остается на втором плане. Матфей рассказывает нам историю рождения с точки зрения Иосифа. Иосифа. Представляете себе этот разговор? Мария пришла к Иосифу и сказала, «Я беременна. От Бога». Кто из вас считает, что людям Библии было легче работать с Богом, чем вам? Я так считаю. Мне кажется, что им было легче. Я считаю, что когда Бог сказал Моисею, «Вернись в Египет». Тот ответил, «Пошли». Мы все думаем, что когда Иисус сказал Петру следовать за ним, Петр подумал, «О, класс! Больше никакой рыбалки!» Я так не думаю. Думаю, что им было так же тяжело, как и мне. Мы проецируем подобные вещи на других, чтобы оправдать свое нежелание. Сколько раз вы говорили мне, «О, пастор, вам легче!» Потому что я прижимал вас. Но история Матфея открывает нам интересные факты. Мария и Иосиф заключили завет. Они собирались пожениться. Это не что-то легкомысленное. Это требует определенного доверия и надежды. И тут Мария приходит и говорит, «Я беременна». А что говорит Иосиф? Матфей весьма культурно говорит, что Иосиф решил тайно отпустить ее. Что это значит простым языком? Он больше не доверял ей. Тут что-то не так, и я такого не хочу. Я думал, что знал ее, но нет. Я думал, что мы договорились, но я ошибался. Лучше отступить. Уверен, это был неприятный разговор. А потом Матфей говорит нам, что пришел ангел Гавриил. Мы читаем об этом рождественской истории, представляя себе приятный праздничный сюрприз. «Я не уверен, что все было именно так». Гавриил пришел от имени Марии, потому что она уже согласилась. И он говорит, «Я Гавриил, и та история, что ты слышал от Бога, это живой перевод». Помните, что ответил Иосиф? Есть церк, да, церк. Он взял Марию в жены. Это Матфей. Марк представляет Иисуса иначе. Марк использует Иоанна Крестителя для представления. Иоанн Креститель говорит, «Идет за мною, сильнейший меня, у которого я не достоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». И было все дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. Мы с вами знаем, что Иоанн Креститель был предшественником Иисуса. Он пришел перед ним. Мы пропускаем его, чтобы дойти до героя истории. Но Иоанн был героем в свое время. Он родился в сверхъестественных условиях. С первых дней своей жизни он получил божественное послание. Бог использовал его, чтобы привести целый народ к покаянию. Тысячи людей приходили к Иоанну, чтобы креститься в Иордане. Даже иерусалимские книжники приходили посмотреть, что у него происходит. Они выступали против него. Иоанн так сильно влиял на народ, что царь арестовал его, потому что слова Иоанна пристыдили его. Если бы никто не слушал Иоанна, то царь не трогал бы его. Так что же говорит нам Иоанн? Никто не знал Иисуса. А Иоанн говорит, идет некто. Мы слышим удивительную историю. И он говорит, «Каким бы сильным ни был я, за мной идет тот, кому я не достоин развязать обувь». Послание пастора Алана «Чего вы боитесь?» Поможет нам понять, что доверие — это противоядие против страха. Оно также поможет вам воспитать доверие в росте Божьей силы. Узнайте, как победить страх с помощью Слова Божьего. Вы получите этот цикл в благодарность за ваше пожертвование. Позвоните нам по телефону, который видите на экране, или зайдите на сайт. Спасибо, что поддерживаете служение Алана Джексона. Вместе мы меняем мир. Есть еще одна вещь о Евангелии, которую мы должны знать. Эти слова сказал сам Иисус в Евангелии от Иоанна, 14 главе, 6 стихе. Иисус сказал ему, «Я есть им путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». А в Иисусе есть нечто уникальное. Он исполнил ту роль в истории человечества, которую не мог исполнить никто. Никто не сравнится с Иисусом. Он сказал, «Я есть им путь и истина и жизнь». Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Вы не попадете к Отцу через йогу, через добрые дела или щедрость. Нет разных путей. Все они ведут в одно место. Но Иисус сказал нечто уникальное. «Я есть им путь и истина и жизнь». Политкорректность практически вытеснила эти слова из церкви. Мы не хотим давить, не хотим говорить об этом, потому что люди начинают клеймить нас. Мы ненавидим, мы ограничены, мы осуждаем. Такое слышали, да? Мы хотим быть открытыми, принимать. Истина не осуждает. Если вы пойдете к доктору, и он даст вам честный диагноз и скажет, что у вас развивается нечто нездоровое, или что у вас проблемы, он не осуждает и не критикует вас. Он говорит вам истину, чтобы вы могли отреагировать и стать лучше. Он не говорил, что вы некрасивы. Он сказал, что вы нездоровы. Мы относимся к истине как к бремени. Мы отвергаем истину об Иисусе и другие истины в нашей жизни. Отвергаем истину о семьях и себе. Отвергаем истину Божьего Слова. И Иисус находится в центре истории. И когда мы читаем ее, давайте говорить с Божием, помоги мне избрать истину. Если вы обманываете, живете в тени истины, станьте на колени и скажите, «Боже, я сожалею». Вы можете упустить Божий шанс. Иисус уникален, не было подобного ему. И не будет никогда. А вот почему он царь царей. Господь господ. Эта история открывает нам жизни Иисуса, реальной личности. И это удивительно. Впервые мы узнаем об Иисусе в Назарете. Это маленькое селение в Галилее. Это сельская местность. Галилея для Иерусалима, как в Удбере для Нью-Йорка. В Глуши. И именно там начинается история Иисуса. С посещения ангелами Марии и Иосифа. И обетование о ребенке. А когда наступает время рождения ребенка, в дело включается римский губернатор. Случайно. Он говорит, что Иосифу нужно пойти в Вифлеем, город Давида. Кстати, пророк говорил, что Мессия родится там, в Вифлееме. Иосиф пошел и рассказал Марии, что ей выпала удивительная возможность проехать пять-шесть дней на осле. А она была беременна. Представляете, как радостно она приняла это сообщение. Надеюсь, Иосиф не упоминал, что пророк так сказал. И вот они доехали на осле до Вифлеема. Иосиф либо плохо спланировал все, либо потерял чек, потому что, остановившись у гостиницы и зайдя вовнутрь, Иосифу пришлось с улыбкой на лице сообщить новость о том, что здесь нет мест. Их вообще нет. Но я нашел хлев. Мне кажется, что ответ Марии это причина, почему Иосиф исчезает потом из истории. Я не знаю, что она сделала. Но его просто не стало. В конце его не было. Иисус родился в Вифлееме. А потом Ирод отдал приказ убить всех младенцев. Иосиф получил предупреждение во сне. Он забрал всю семью, и они убежали в Египет. Это странно. И мне не нравится, что им пришлось бежать. Бог мог разделить Красное море или дать воду из скалы. Он мог потрясти гору. Я хотел, чтобы он послал легион ангелов к этому ребенку. Я хотел, чтобы Ирод растаял как волшебник изумрудного города. Облиться его водой, он растает, а потом обезьянки начнут танцевать и хлопать. Но Марии с Иосифом пришлось бежать. И так было до того, пока Иосиф не увидел другой сон, в котором Бог сказал, что Ирод мертв, и что они могут возвращаться домой. Думаю, Иосиф боялся спать. Они вернулись в Назарет, и почти 30 лет Иисус жил там. Маленькое село на полторы тысячи человек. Он жил там, пока не настало время открыться. Он переехал из Назарета в Капернаум. Это недалеко. Где-то 20 миль. Но это разные места. Капернаум — это село рыбаков на северном краю Галилейского моря. Это иудейское село, которое находилось рядом с одной из крупнейших дорог Древнего мира. Галилейское море — это пресное озеро, огромный источник воды в пустыне. Если вы идете через пустыню, то вам нужно подойти к этому источнику воды, и там Иисус начинает свое служение. Это все равно, что переехать из Вудбери в Нью-Йорк. Сказано, что служение Иисуса потрясло. Всю северную часть страны. Евангелие рассказывает историю в двух частях. Что случилось в Галилее? Он герой. Две трети чудеса Иисуса случились в радиусе пяти миль от Капернаума, а потом он пошел на юг, в Иудею, к Иерусалиму. Там была враждебная среда. Он столкнулся с вызовами. В итоге его распяли. Миссия Иисуса состояла именно в том, чтобы рассказать об откровении и возможности. И в Марка 1 главе сказано, «Пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие». Евангелие — это хорошая новость, провозглашение, тема всех посланий. И мы не должны быть тайными последователями Христа. Мы должны провозглашать то, что мы знаем об Иисусе. Мы изучаем Евангелие. Чтобы рассказать историю Иисуса, Он пошел в Галилею, провозглашая радостную весть. «Исполнилось время, и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте». Приблизилось Царство Божие. Каким было послание? Приблизилось Царство Божие. Грядет новое Царство и новый Царь. Мы говорили об этом. Библия говорит, что Царство этого мира подходит к концу, «Это не конец мира, но мирового порядка, потому что грядет новое Царство. И с этим Царством придет новый Царь». Сказано, что в этом Царстве нет слез, скорби, боли, смерти. Эти вещи пройдут с этим мировым порядком. Евангелие — это хорошая новость. Аллилуйя, друзья! Грядет новое Царство, новый Царь и новый порядок. И вы приглашены. Я уже трижды говорил об этом, но вы почему-то молчите. Я говорил вам, что Иисус — это откровение. Он дал нам место в первом ряду. Вступление к этому Царству, и Он отличался от других. Мы не видели подобного Иисусу. Были целители, чудотворцы и люди, творящие разные вещи. Но они не были такими, как Иисус. Есть много примеров, но вот мой любимый. В четвертой главе Евангелия от Марка Иисус был на Галилейском озере с друзьями. Они долгое время были на озере, и Иисус заснул в лодке. Когда вы долго находитесь на озере с друзьями, то устаете. И тут поднялась буря. Это не было что-то необыкновенное для Галилеи. Друзья испугались. Ветер дует, волны бьются о лодку. Это маленькая лодка. Ее заливает водой, они боятся утонуть, а Иисус спит. Они не хотели, чтобы Он проспал затопление. И они разбудили Его и сказали, и встав, Он запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. Потом Он повернулся к ученикам посреди спокойных вод. Представьте себе это. Что вы так боитесь? Он видел лишь спокойные воды. Во что, нет веры? Почему вы так боитесь? У вас нет веры? Следующий стих. «И убоялись страхом великим. И говорили между собою, кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему». Мы часто говорим о том, что Иисус принес послание любви, и это часть Его Евангелия. Я не буду спорить с этим, но это не все послание. В Иисусе есть нечто большее. Он не просто такой, как все мы. Он показывает нам то, кем мы можем стать. Он показывает нам царство, которое мы пока что не понимаем в полноте. Но когда вы оказываетесь рядом со святым, то в этом есть нечто ужасающее. Послание пастора Алана «Чего вы боитесь?» Поможет нам понять, что доверие — это противоядие против страха. Оно также поможет вам воспитать доверие в росте Божьей силы. Узнайте, как победить страх с помощью Слова Божьего. Вы получите этот цикл в благодарность за ваше пожертвование. Позвоните нам по телефону, который видите на экране, или зайдите на сайт. Спасибо, что поддерживаете служение Алана Джексона. Вместе мы меняем мир. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборо. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok